А теперь мы переходим к гораздо более приятной теме. Мы будем говорить о восстановлении. 22 Псалом. «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Бог хочет нашего восстановления. Он хочет нашего укрепления. Мы говорили с вами о спасительной благодати, спасающей благодати. И это здорово, о благодать. Но спасающая благодать — это лишь одна часть, это лишь одна грань. Есть еще и восстанавливающая благодать для тех, кто готов вернуться к отношениям с Богом. Бог хочет вернуть детей своих к себе. Сегодня нашим церквям крайне необходимо служение восстановления. Я видел это неоднократно. Я видел проявление этого. Люди хотят восстановления. Люди понимают, что согрешили. Люди пришли к сокрушенному сердцу, пришли к смирению, но их не восстанавливают. Они покаялись, но никто не поможет им восстановиться. Я вспоминаю об одном моем знакомом. Вот это была большая церковь. Это пастор церкви. Большой, серьезной церкви. И он упал. Церковь с ним даже работать не захотела. Никакой церковной дисциплины не было. Его просто выкинули из церкви. Без всякого Матфея 18, без всяких четырех шагов. Его просто выбросили. Ему сказали, все, ты здесь нам не нужен. Ничего ему не объяснили. Самой церкви ничего не объяснили. Просто выкинули, и все. Этот человек долго ходил, бродил в духовной пустыне. Я буквально недавно с ним беседовал. Я спросил его, чувствуешь ли ты восстановление? Он говорит, ну, в отношениях с Богом я восстановился. С грехом разобрался. А вот в теле Христовом не восстановился. Я не знаю, кто я в теле Христовом. Я не знаю, как мне жить, как мне быть в теле Христовом. Кроме того, я видел и другие ситуации, когда церковь пытается восстановить покаявшегося грешника, но лишь частично, лишь наполовинку. Получается полувосстановленный человек. Это то же самое, что и невосстановленный. Что же такое восстановление? В греческом языке это слово означает ремонт. Примерно как ремонтировать сети. Или починить лодку. Восстановить что-то, чтобы оно снова было полезным. Чтобы было как новое. Я видел машины, которые пытались восстановить, пытались отремонтировать, но плохо ремонтировали. Ничего у них не получилось. Видел я и другие машины. В ремонт этих машин было вложено время и силы. И получилось здорово. Машина была лучше, чем новая. Вот именно такого восстановления и хочет Бог. Бог хочет взять человека. Я видел такие ситуации. Я видел таких людей. Падшего человека. Надломленного, сломленного человека. И отремонтировать. Починить. Восстановить его. И он становится более эффективен, чем раньше в служении. Почему? Потому что он прошел через покаяние. Он прошел через восстановление. Так что восстановление бывает разное. Иногда правильно это делают, иногда нет. Я понимаю это на себе. Смотрите, еще одна такая иллюстрация. Я трижды ломал правую ногу. Я очень рад, что в каждом случае врач знал, что делает. Врач ведь мог сказать, ну, сломал ногу, да сам виноват. Зачем так было прыгать? Зачем было играть в футбол? Могли начать меня читать лекцию? Могли начать меня осуждать? Какой же ты неумный человек? Как же ты взял и ногу-то сломал? Некоторые именно так поступают с падшими нашими братьями и сестрами. Они говорят, ну, сам виноват. Не надо было такого делать. И бросают их. Могли просто не обратить на меня внимания. Сказать, ну, вот это его проблема. Не моя проблема. Пусть, как знает, как умеет, так и восстанавливается. Кто-то мог сказать, да, жаль, сломал ногу. Давайте отрежем ее, вообще, чтобы с ней не возиться. Но так не сказали. Сейчас кость восстановилась, кость срослась, и она срослась правильно. Вот и Бог хочет, чтобы жизнь его детей срослась правильно. Но для этого нужно сотрудничество тела Божия, сотрудничество церкви. Не то, чтобы мы пренебрегали проблемы, а то, чтобы мы ее решали. Еще один мой знакомый, про которого хочу сегодня рассказать. Дело в том, что в его случае как раз пренебрегли восстановлением. Да, этот человек наделал грехов, этот человек наделал глупостей. Его улечили в грехе. Но смотрите, что было дальше. Я бы хотел сказать, что его пытались восстановить. Я бы хотел сказать, что с ним беседовали по Матфея 18, по Галатам 6. Нет, ничего подобного. Его просто выгнали. Выгнали из церкви. Отлучили от общения. Никакого плана восстановления для него не было. Наоборот, на него нападали. А в тот момент, когда на самом деле нужно было начать восстановление. И он впал в депрессию. Он стал задумываться о самоубийстве. Жизнь его пришла в полный упадок. Он решил, что и Богу он не нужен. Трагедия невероятная, потому что он теперь не знал, что делать дальше. Он говорит, я покаялся. Я попросил прощения у Бога. Я хочу попрощения у них. Но они даже не пускали его в церковь, чтобы попросить прощения. Так он и остался в этом подвешенном состоянии. Ни тут, ни там. И кто-то думал, что недостаточно этот человек пострадал. Мне говорили, мало он пострадал. Пусть еще пострадает, тогда покается. Я говорю, почему вы так решили? Вы с ним беседовали? Нет, не беседовали. Просто думаем, что он еще недостаточно пострадал. Так они и оставили его в одиночестве. Это печально. Смотрите, если человек не кается, если он не хочет каяться, то, по крайней мере, понятно, что мы его увещеваем, наложена на него церковная дисциплина. Тогда, в общем, понятно, мы что-то делаем. А теперь смотрите другой вариант. Человек уже покаялся. Церковная дисциплина уже не нужна. Покаяние уже совершилось. Значит, он сразу же должен быть восстановлен. Сразу же? Да, конечно, сразу же. Потому что, ну, насколько быстро Господь возвращает вас к себе после покаяния? Моментально. Да, нужно восстанавливать отношения. Другой вопрос. Но вот первый шаг, открытость церкви, должен быть сделан сразу же. Если человек уже покаялся, то что нужно делать дальше? Если человек уже покаялся, то чего не делать? Не оставлять его одного? Потому что церковная дисциплина уже не нужна. Потому что цель церковной дисциплины уже достигнута. Значит, можно его восстановить в общении церкви. А немало верующих, которых так и не восстанавливают. Церковное взыскание еще действует? Нет, уже не действует. Он покаялся. А почему его не восстанавливают? Да не знаю. В чем проблема? Что с этим человеком? Да, понятно, мы не учим дешевой благодати. Да, понятно, нужно человеку пострадать. Но часто мы даем ему страдать в одиночестве, когда уже и не нужно. Давайте вспомним послание к Галатам 6.1. Это, пожалуй, один из самых четких, самых ясных стихов на эту тему. Но рассматривать его нужно в одном контексте с Евангелем от Матфея, 18 глава. Если объединить эти стихи вместе, то получится действительно хороший план действий по восстановлению человека. Галатам 6.1. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Давайте разберем по фразам. И если и впадет человек в какое согрешение, впадет, здесь интересное слово, впадет, попадет. То есть, этот человек находится в грехе, и вы об этом знаете. Понятно, что он виноват, это подтверждено, это доказано. Что тогда происходит? Вы, духовные, обращайтесь к ним. Что значит? Только духовные могут по-настоящему исправлять. Кто духовные люди? В идеале, конечно, служители церкви. Но не всегда только служители церкви. Как узнать, что этот человек действительно духовен? Да вот надо убедиться, что в жизни этого человека есть плод духа. Что это люди, которые ходят в смирении, которые поступают по духу. Именно эти люди должны приходить к грешнику. Я остановлюсь на минутку, потому что часто бывает иначе. Мы выясняем, что кто-то согрешил, и к этому человеку идут совершенно недуховные люди, которым до этого человека и дела нет. Они самоправедные. Они просто хотят пойти и осудить. Знал я одного человека, вот он согрешил, и чтобы ему помочь, держать его в подотчетности, в церкви устроили целый комитет далеко не духовных людей. Они ему навредили, они помогли. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Итак, если человек впадет в какое согрешение, прежде всего, церковь должна создать группу духовных людей, я подчеркиваю, духовно зрелых людей, людей, которые поступают по духу, которые живут в Господе. И эти люди приходят к тому человеку для того, чтобы ему помочь, чтобы его исправить. Задача именно исправить. Не держать в подотчетности, не постоянно напоминать ему о прошлых грехах, но исправить, отремонтировать, вернуть в тело Божие, в тело Христово. Вернуть и функционально, вернуть и в отношениях с телом Христовым. Вот такова цель. И ради этого они и идут к этому человеку. Галатам 6.1.2 Исправлять в духе кротости, без суровости. Нужно, чтобы человек понимал, что его действительно любят, что с ним действительно обращаются бережно, потому что ведь его уже побили, и сатана его побил, и другие его побили, и сам себя он уже побил. Теперь нужна кротость, аккуратность. И Священное Писание говорит, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Нет места для гордыни. Нет места для самоправедности. Это смиренное, скромное дело. Нужно быть очень внимательными. Ко мне тоже приходили люди, и приходили по-разному. Иногда для того, чтобы на меня напасть, для того, чтобы побить. И сразу начинаешь отбиваться внутренне, ощетиниваешься, и начинаешь отбиваться. Но приходили и по-другому. Говорили, «Я не знаю, что с тобой произошло, но Бог тебя простил, ты покаялся, и я готов тебе помочь дальше, помочь восстановить отношения с Богом, с семьей, с церковью. Мы любим тебя, мы хотим быть с тобой, мы готовы быть с тобой». И вот тогда открывается путь к дальнейшему движению, открывается дальнейший путь. Человек хочет восстановиться в отношениях с Богом, в отношениях с церковью. С другой стороны, если приходят дерзко, если приходят надменно, то не хочешь идти дальше. Итак, духовные люди тоже должны за собой наблюдать, чтобы не быть искушенными, потому что духовные люди тоже бывают слабыми. Духовный человек должен понимать, «Я ведь не лучше тебя, я тоже могу согрешить, совершить тот же грех, поэтому прихожу к тебе в смирении, прихожу к тебе в Духе Божьем, прихожу к тебе в заботе и любви, и я хочу, чтобы ты снова стал полезным сосудом для Бога, для Его славы, для Его тела. И я делаю все, и готов сделать все, чтобы помочь тебе». Вот это и есть подлинное восстановление. На моих глазах это бывало, это случалось, но, к сожалению, далеко, далеко не всегда. Часто этого не бывает. Часто человеком просто пренебрегают, его выгоняют, просто отлучают, и «иди куда хочешь, и делай, что хочешь». Поймите меня правильно. Я верю, что раскаившийся грешник, каким бы ни был этот грех, когда человек раскаялся, когда человек обратился к Господу, этот человек может быть сразу же восстановлен в отношениях с Богом. Это делает Бог. Ему не надо проходить длинные какие-то процедуры, процессы реабилитации и так далее. Бог принимает сразу. «Если исповедуем грехи, Он верен и праведен, Он прощает нам всякий грех». Об этом мы читаем в 1-м послании Иоанна 2-я глава. «С Богом все в порядке». Точно так же Он может быть восстановлен в отношениях с людьми. Но дальше начинается процесс, и мы будем говорить об этом процессе в следующей лекции. Это процесс воссоздания, потому что нужно перестраивать, нужно снова создавать. Но я различаю вот эти два термина восстановление и воссоздание. Человек восстанавливается сразу, его нужно сразу, моментально восстанавливать в теле Христовом. Но также необходима помощь ему, чтобы воссоздать свою жизнь. И в следующей лекции об этом воссоздании мы будем говорить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok